Мы продолжаем с помощью всевышнего перевода комментарий перкиавод, виницского гаона комментарий перкиавод, а именно не комментарий, а скорее поиск источников, как я уже говорил. И урок посвящается для Сахару Хуниши, Рагуа Батаси, Руха Лисраэль. Мы дошли до четвертого перика. Здесь первая Мишна и вторая Мишна, и продолжение после этого в наших изданиях, третье тоже, да, это два мудреца Беназа и Бензома. Шимон Беназа и Шимон Бензома. Всегда называют по имени отца, говорят, потому что они не достигли смехи, не дожили долго достаточно, поэтому их по отцу называют. Вообще-то они кончили оба плохо, если можно так выразиться. Говорится в Талмуде, в трактате Хагига, что Раби Акива со своими тремя учениками, друзьями, соратниками, попытался сделать какое-то, может быть, тикун, какое-то исправление в духовном, или в своем случае занимался какой-то практической кабалой, может быть. Трудно сказать. Они говорят, что зашли в райский сад, так дословно, да, зашли в пардес, зашли в сад. И говорят, что Раби Акива смог вернуться из этого медитационного состояния, видимо, а остальные трое закончили плохо. Так вот, два из них, это Шимон Бензома и Шимон Беназай. Шимон Бензома, он в результате сошел с ума. А Шимон Беназай, он в результате погиб. То есть, в смысле, он просто не вернулся, да, душа так и застряла в духовных мирах. То есть, он не захотел возвращаться в тело, видимо, это, наверное, идея здесь. Такая же идея приводится и в Зогаре. И вообще, это можно даже подтвердить из современных исследований по клинической смерти. То есть, некоторые из людей, которые пережили клиническую смерть, говорят, что они даже не хотели возвращаться, им так было хорошо. Некоторые вернулись в то, что, допустим, пожелели супруга или родителей, или детей. Но, во всяком случае, людям, похоже, там так нравится, что они даже возвращаться не хотят. Тем более, эти каббалисты, когда они находились в этом состоянии, мог человек просто так и не вернуться. Раби Капла, Рава и Капла приводят в идею, что некоторые из них клялись, прежде чем выходить в медитацию, клялись, что вернутся, иначе боялись, что вот так вот им понравится, что они не вернутся. Во всяком случае, вот этот Беназай, он просто застрял там, а Бензома, он умер. То есть, он сошел с ума. Тоже что-то подобное, видимо. Не состыковалась нормально душа с телом после этого, и он уже велся неадекватно. Один умер, другой сошел с ума. Еще один стал геретиком, о нем пойдет речь позже. Но, во всяком случае, эти двое, Бензома и Беназай, они так никогда и не получили, видимо, смеху из-за этого, никогда не доросли до смехи. Вообще, очень интересно про Бензому. Несколько раз Талмуд его упоминает. И всегда как-то в стиле спросили у Бензомы. Беназай был очень мудрый ученик, подающий надежды. И рассказывают, что сравнивались Амураем с ним, что я как Беназай говорил. Абая, кажется, что Беназай очень хорошо разбирался в разных вопросах. Но много есть вопросов, которые спрашивают у Бензомы в Талмуде именно. У Бензомы обычно спрашивают вопросы на любые темы, и он отвечает. Например, один из вопросов, который ему задали, это если девушка забеременела без отношений. Например, Ваня забеременела от семени мужчины. То будет она, ковречена Коину или Кунгадолю даже. Другой вопрос у Беназая, чисто практический. Почему не отвечает Амен во время трапезы, когда кто-то сделал броку на вино? Он сказал, что можно поперхнуться. Они же полулежа кушали, вдруг поперхнется. А почему вообще на вино нужно делать броку? Ведь мы же на хлеб уже сделали броку. Так он сказал, что вино важное. В общем, у Бензомы разные вопросы спрашивают на разные темы, интересные. А у Беназая, у него, его меньше упоминают Амуру, но тоже вот мы недавно обсуждали, что он считал, когда Рабьякива говорит, что главный стих Торы это «Любив ближний сон как само себя», да, фундаментальный, то Беназаев говорил, что главный стих Торы, фундаментальный, «клальгадоль», как он это называет, главный принцип в каком-то смысле, это, что люди происходят, да, «зэсэфер толь дот адам», что, видимо, идея, что все происходят из одного корня, да, что все люди друг другу братья. Другие есть объяснения этого утверждения, почему Беназаев его выбрал. На самом деле, Беназаев, вот он автор, он спорит с Рабьякивой о том, какой самый ключевой принцип Торы в каком-то смысле. Что все мы друг другу родственники, как Иерушал не говорит, если одна рука другую поранила, никто не будет ранить первую руку потом в наказании. Так же и люди должны друг другу относиться. Это тоже, кстати, после ленической смерти, многие люди чувствуют, мамыш, любовь к любому человеку после этого, что мы все как бы вместе, все мы братья. Ну, во всяком случае, вот эти Беназаев и Бензомы, у них очень интересное утверждение, малое, включающее многое. У Бензомы утверждение насчет четырех вещей, которые, можно сказать, да, используя язык Козьмы Прудкова, смотри в корень. То есть, идея как бы, да, и у Хазаев тоже легавидуя есть подобная идея, да, смотри внутрь, смотри в главное, что многие вещи, они не так окажутся. Это похоже, хочется сказать, Бензома. Кто мудрый, кто сильный, кто богатый и кто считается уважаемым. Четыре человека, которые, казалось бы, мы подумали по-другому, но вот он объясняет, что на самом деле, да, то есть, смотреть в корень, что на самом деле объясняют эти четыре концепции. Так кто же, интересно, у нас мудрый, это тот, кто учится от всех. Он говорит, есть пасух с Тегелем. Псуки, ему не всегда понятно, какое они имеют отношение. У Грага, кстати, нет здесь комментариев. Это Мишня, потому что он и сам автор привел к псуки. Но, в всяком случае, пасух, который он приводит из Тегелем, из самого длинного псамма 119-го, от всех моих учителей я учился, потому что твои законы для меня, да, тема разговоров. Я все время говорил, да это, а если это Тавида, автор этого псамма, в всяком случае, я все время говорил о твоих законах. Вот. Это значит идея, что хочешь быть умным, учись от других. Я уже рассказывал такую идею, что чем умнее человек, тем более он готов слушать других людей, советоваться с другими. Да, ему нечего терять, он не боится, что его будут обзывать неучим и глупцом из-за того, что он спрашивает других. Как раз глупец и неуч, он боится, чтобы не ударить грязь лицом и никогда ни у кого ничего не спрашивает. А умный человек, он наоборот, он не стесняется. Да, как рассказывал Аврам Тверский, да, что за департаментом у них в медицине он всегда совсем советовался, когда нужно было делать операцию. В отличие от простых молодых докторов, которые как раз боятся кого-то спросить, чтобы вдруг не прослыть не специалистами. Так что здесь можно по-разному понять эту идею. И в том, что если ты хочешь, чтобы стать мудрым, побольше учись от других, это одно может быть здесь, иметься в виду. Как, например, да, было в первом периоде тоже, что самое лучшее, что я нашел, говорит мудрец, кажется, Сен-Ребби, да, сказал это, что самое лучшее, что я нашел, это молчание. Да, побольше учись от других, если ты хочешь учиться. Или имеется в виду, что это характеристика мудреца. Да, не то, что ты так станешь мудрым, это тоже правда, но что добавок, это характеристика мудреца. Хочешь знать, кто настоящий мудрец, посмотри, если он много советуется с другими. Если он от всех учится, и от всех может чему-то научиться, вот говорится, что Яков, он даже от Лавана пытался научиться, чтобы быть таким же, таким же энергичным в митцвах, как Лаван в грехах. Так объясняет Равлхан Васамон, что Яков сетует, с Лаваном я жив и не научился от его дел, в смысле не научился, это Раши приводит, мудрецов, что не научился от его дел, но Равлхан Васамон говорит, что имеется в виду, не научился от его плохих дел, так же энергично делать хорошее. В этом Яков себя, так сказать, упрекает, что я не достиг уровня Лавана. Говорит Гра, что от Лавора можно много чему научиться, и терпению, настырности, да, вор, он очень, так сказать, многому чему может научить мудреца Торы. Если бы мы так же имели столько же терпения, и столько сил, и столько энергии, и столько настырности, как вор имеет, который идет на лишение, подолгу ждет, да, пытается заново, если не получилось, если бы мы так же делали отношения Торы, как они делают отношения воровства, то был очень большой успех у нас. Поэтому, может быть, имеется в виду, что это характеристика мудреца, а может быть, имеется в виду, что это путь к достижению уровня мудреца, а может быть и то, и другое, учиться от других. Вторая вещь, кто сильный, опять же, сильный это не тот, кто мускулы накачал, сильный это тот, кто ковешат есро, да, он может совладать собой, да, он сжимает свое донное наклонение, так сказать, не дает ему владеть собой, а наоборот владеет он им. Как говорится в Мишлей, лучше тот, кто долготерпив, чем силач, тот, кто над своим духом имеет власть, чем тот, кто захватил город, захватывающий город. Кто считается богатым, или кто станет богатым, опять же, в зависимости от того, имеется ли в виду характеристика, или имеется в виду путь к, да, или и то, и другое, поэтому перевод может быть немножко разный, значит, кто станет богатым, или кто является богатым, да, тот, кто доволен своей участью, да, что богатство, оно относительное. Может человек иметь миллион, а хотеть десять миллионов, да, он может быть второй по богатству в мире, но раньше он был первым, и теперь он немножко его кто-то опередил, и он уже считается бедным в каком-то смысле, потому что он все время чувствует, что ему не хватает еще нескольких миллиардов, чтобы опять быть самым богатым человеком в мире. Человек может быть богатый и при этом небогатый. Объективно, он богатый и субъективно чувствует себя бедным. Может быть, наоборот, человек достаточно бедный, ну как вообще, не то, что он голодает, но, во всяком случае, человек, который живет очень скромно, он вполне доволен и очень благодарен Всевышнему, что у него это есть, и этим он счастлив. Сомер Дехелко. Доволен своей участью. И он, кстати, этот пасух не очень понятно, правда, не очевидно связанным с стихом и доказательством, но, во всяком случае, когда ты будешь есть от своих, так сказать, стараний, тебе будет хорошо и счастлив ты. Счастлив в этом мире и хорошо тебе в будущем, как они обычно дальше, да, двойной язык, счастлив и хорошо, имеется в виду, один из них про будущий мир. И, наконец, кто считается уважаемым, тот и уважает других. Тоже, знаете, интересно стих, который он цитирует, да, никогда бы не подумали, что он это приведет. А именно стих взят из книги Шмуэля вначале. Я говорит Всевышний. Это когда Всевышний говорит через отца Шмуэля, да, Он посылает послание следующее, что его дети, дети этого конга доля Эли, кончат плохо, будут наказаны. И он говорит, потому что я уважаю, тех, кто уважает меня, уважаю, а те, кто меня, так сказать, неуважительно ко мне относят, они, наоборот, будут, соответственно, посрамлены. То есть идея такая, что мы, видимо, учим от Всевышнего по отношению к людям, что если Всевышний так, да, что уважаемым делает того, кто уважает его, и наоборот, то тогда и люди так же. А вообще, контекст там очень интересный, я заодно коснусь этой темы вкратце. Значит, дети Эли, говорится, что они делали много плохого, да, и за это они пострадали. Но многие из комментаторов, в том числе Хазаль, пытаются объяснить, что грехи их детей Эли были не так велики, как, на первый взгляд, кажется, просто на их уровне были большие грехи. Что там произошло? Значит, в Шиле уже состарился отец Эли, да, он же был очень старый, Коангадоль, и в основном заправляли его двое сыновей, Хофни и Пинхас. И эти двое сыновей, говорится, во-первых, они забирали мясо у людей раньше времени, во-вторых, они хватали больше положенного там, а им установили, что будут вилкой какой-то трехзубчатой запихивать в котел, и что захватит вилка, все им идет. Но это объясняет, что так как было мало очень прихожан, и им нужно что-то есть, то сныли вот такой закон, что все, что попадет на вилку. А то, что они побыстрее пытались получить, это потому что, наоборот, они боялись, что эти люди простые, которые приходят, они сделают нечистым, а жертву на мясо. Поэтому побыстрее забирали, до того, как они что-то сделали не так. То есть какие-то оправдания были, но все равно, как говорится, это хиллашем, он всегда хиллашем, как еще будет сказано немножко позже, что воскресенье у них всевышнего происходит, даже если человек это не пытался сделать. И еще самый большой грех описывает, что они, пошли слухи, что они имеют отношение с женщинами, которые приходят туда приносить свои птички обычно, женщины, которые роженницы, или там у них была зива, завы, им нужно приносить жертву, ну, если богатая, то животная птица, если бедная, то двух птичек. Так вот говорят, что эти женщины там подолгу ждали, хазарь так объясняет, и поэтому пошли слухи, что они по ночам там остаются, пока наконец их жертвы принесут, и образовалась большая очередь, и стали идти слухи, что они специально эти женщины оставляют, чтобы с ними иметь отношение. Может быть, кто-то везде-то кого-то задел ночью, знаете, проходил там, допустим, в туалет, и послышались вопли какой-то женщины, и стали идти слухи, что, наверное, ее кто-то пытался изнасиловать. Нигде сам Танак не говорит, что они реально спали с другими женщинами. Только говорится, что такие слухи пошли. И еле их упрекают, что плохие слухи идут в права, дети мои. Поэтому видно из этого всего, что это, судя по всему, были преувеличенные слухи, как часто бывает, особенно на Равинов, на Коинах, Гадоле, обычно смотрят более строго. И опять же, в данном случае, в Жухиллашем, хотя они вроде только, их вина была в том, что они слишком быстро приносили жертвы, и получилось, что из-за них, из-за их вины, вышел страшный Хиллашем, что говорили, что они занимаются прелюбодеянием. Но кончилось для них все очень плохо, и для их потомков. Да, так что стих, получается, какое-то отношение имеет, но не совсем к случаю, когда человек уважает других людей, а скорее к случаю, когда человек уважает Всевышнего, но, видимо, учатся и другие люди отсюда. Как я сказал, главный комментарий в Пиркеавод, он ничего здесь не приводит. Другое дело, что есть у нас издание такое в Пиркеавод с Гра, где они внизу сделали Ликут, то есть они собрались в других писаниях Гра, где он цитирует эту Мишну, и это уже есть. Это у него в комментариях Мишлей не раз он цитирует эту Мишну, потому что, конечно, часть, во-первых, один из стихов здесь процитированный, Товарихапайм Гебор, это стих из Мишлей, и вдобавок другие стихи тоже имеют отношение к его комментариям, к Мусару, поэтому, в принципе, он это цитирует, но источники он здесь не приводит, потому что источники сам автор уже привел. Это Сыслава Бензома. Теперь Беназарин сказал, что беги за легкой, малой митцвой, скажем так, простой митцвой, как за сложной и важной, за легкой дословной митцвой, легкой, может быть, в смысле важности, как за важной, и убегай от греха, потому что награда за митцву, митцва, митцва приводит к другой митцве, а грех приводит к другому греху, награда за митцву, нитсвуа, так сказать, следствие тоже, награда использовала, следствие, греха — это греха. Ну, понятно, что Домишно требует какое-то объяснение, потому что непонятно, как такое может быть, что причина, почему нужно убежать за нитсвой, это из-за того, что награда за нитсву нитсву. А что, иначе не нужно было убежать за нитсвой? И так же убегать из греха, потому что грех ведет за собой другой грех. А что, если бы грех не вел другого греха, можно было бы грешить? У Гра есть объяснение, опять же, это не в его главных комментариях, а это Ликуд. что имеется в виду грех лишен шамаем и митцва лолишен шамаем, что всегда лучше выбрать митцву, даже если человек по своим каким-то корыстным причинам, да, там давать седаку, чтобы получить какое-то уважение за это, что голево, он щедрый человек, он, так сказать, помогает нашей ешиве, вот его имя даже написали, да, на сеферторе, который он подарил и так далее, вот. С другой стороны, есть грехи, которые человек вроде делает лишен шамаем, там, ради Кирова, может быть, готов с какими-то, да, какие-то компромиссы пойти или еще ради чего-то, так вот, грабят, что все равно лучше всегда бежать за митцвой, пусть даже лолишен шамаем, чем за грехом, да, убегать нужно от греха, даже если кажется, что сам по себе грех, может, как-то можно его еще даже и объяснить и найти какие-то оправдания и даже увидеть какую-то пользу, если такой грех будет совершен, но в результате грехи ведут только грехам, да, а митцвы ведут дополнительным митцвам, поэтому всегда лучше бежать за митцвой, за митцвой, вот. Насчет конкретного применения греха лишен шамаем, это вообще очень сложная концепция, потому что, с одной стороны, Ставтамуду ее упоминает, Лазири еще где-то, но, с другой стороны, вроде бы практического применения мы не находим, где в шухонарахи, чтобы человек мог взять на себя, так сказать, делать грехи лишен шамаем, только есть законы, когда есть две митцвы или там одна отодвигает другую, да, типа, запрет, например, в случае Ибума, да, отодвигается запрет на жену брата или там в случае Цицит, если бы у нас был Техел от Кашера и можно его выносить даже на иной одежде и тому подобное, вот, ну и, конечно, там мы ломаем субботу, чтобы спасти, например, смерти на больного и подобные вещи, но так, чтобы просто вот разрешить грехи, да, это мы сейчас не говорим, а в случаях, когда одна митцва отодвигает другую, потому что есть принципы, да, что какая митцва какую-то отодвигает, да, что в субботу можно делать бритмилу, а мы говорим на грехе, мамаш, но лишен шамаем, да, например, что у Шимшона был такой путь, что он выбрал себе фактически путь грешить лишен шамаем, женился на филистимлянке, жил среди филистимлян, но этим самым он мог с ними, так сказать, ссориться, и они его боялись, и евреев в этот момент меньше преследовали, потому что он их, да, он своих врагов уничтожал, а они не могли за это уничтожить его народ, потому что он порвал, как бы, официально с еврейским народом, и жил среди них, и считался одним из их людей, вот, поэтому объясняют обычную историю Шимшона, как своего рода греха Шамшамаем, он какой-то еврейского шпиона сегодня, да, если еврей прикидывается арабом и живет в Сирии, чтобы спасти государство Израиль, да, своим информацией, которую он принесет, и ему приходится молиться, как арабы, и жениться на арабчанке часто, и так далее, вот, вот, такого плана вещи, да, это как грех лишим Шамшамаем своего рода, вот, и вот в таких вещах, да, мы не находим, чтобы Шухонаров и стандартные коды закона вообще обсуждали, это, видимо, очень редкие ситуации, Гра вообще был против, он считал, что во время хасиды злоупотребляют этой идеей, а вера лишим Шамшамаем, ну, как бы там ни было, вот, объяснение Гра, что Генназай говорит про эти митсвы, эти грехи, потому что обычно митсвы так понят, что за ним нужно бежать, а от греха убегать, теперь, что Гра пишет в своих главных комментариях, в источниках, он, наверное, находит здесь стих из Мишлея, пятая глава, шестой стих, что нужно взвешивать свои дела, свои пути, так сказать И еще приводят из дворим, да, Коля давара шерану химитсавет хэм, все, что я вам заповедую, осторожно очень соблюдайте, да, то есть тоже нужно бежать за каждой митсвой, и также в Мишлея, в четвертой главе, двадцать третий стих, что очень осторожно, да, почему приводят два митсвы, где, говорится, нужно с митсвами к ним относиться с большой осторожностью, и также, наоборот, убегать от греха, тоже из того шестука Мишлея, двадцать третий стих, четвертый глава, да, митсва говорит от митсва, он приводит из воикра, да, до до токахи, до упреха, да, в главе беху кота, говорится, если вы будете ходить по моим путям, и так далее, а если не будете, то есть описывается их, когда хорошее, тогда Всевышний всячески будет нас благословлять, и мы сможем больше митсву соблюдать, и, наоборот, плохое обратное тогда происходит, и также, говорит, фаршетшофтим, если человек ненавидел другого, и он спрятался, чтобы его убить, получается, сначала он сломал один запрет, только ненависть, это меньший запрет, как бы, маленький грех, он ненавидел кого-то, окончил дело убийством тоже, то есть, получается, что маленький грех может привести к большим грехам, эта идея, и награда за митсву, митсву, он, говорит, опять же, из Мишлей, Родет, Сыдака, и так далее, найдет Сыдака, есть такой пасук Мишлей, тот, кто бежит за Сыдакой, найдет Сыдаку, да, если будешь искать митсву, ну, бывает, что, например, недостаточно богатый, он хотел бы давать Сыдаку, Всевышнего часто делают богатым, что он действительно давал Сыдаку, а наоборот, награда за грех, так сказать, то есть, следствие греха, это еще один грех, и это то, что говорится в Ихэскеле, в 3 главе 20 стих, в Натате Мехшоль, я говорю, Всевышний дам вам крайне преткновение, то есть, будете грешить, я вам помогу грешить, не проблема, если вы этого хотите. Еще Беназай говорил, чтобы он человек не относился никакому другому человеку, никакой вещи с презрением своего рода, да, что у каждого человека есть свой звездный час, так сказать, у каждой вещи есть свое место, ну, это, конечно, очень глубокая Мишна, и можно по-разному ее объяснять, это красивый такой короткий афоризм, грани слова ничего здесь не говорит из источников, и идея, во всяком случае, видимо, в том, что, да, как есть такое, например, в исцелинском Туамуде, что какие-то мудрецы или там евреи, во всяком случае, относились с презрением к какому-то свинопасу, а потом в один несчастный для них день этот свинопас превратился в императора, или там, во всяком случае, важного, может, не имеется, вы думаете, Маш, император Рима, но какой-то там большой, да, в результате он стал большим человеком, и их стал преследовать за это, вот, поэтому нужно всегда быть очень осторожным, никогда не знаешь, да, у кого будет, да, на как маленькая змея будет большой змеей, как говорит другой Медраж, да, и поэтому не думаю, что что-то никчемное, и так же вещи, говорит, про Давида, например, что он считал, что кому нужно сумасшествие, кому нужны пауки, которые паутину плетут, а потом это все его спасло, как известно, вот, и на этом мы закончим наш урок, дальше, вот, в моем издании, это отдельная мишна, Раби Левиатаса, мудрец, которого практически нигде больше не упоминают, насчет скромности, это мы уже оставим на следующий урок, урок посвящался Леатахар Ханинши, Раби Батасир и Холисей.